Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в Дракон и Всадники Волха. У нас с тобой 17 день и 30 монет Одина я забираю. Так, окей, здесь закрываем. Событие, надеюсь, еще не закончилось. Нет, ребята, еще идет. Ну что, давай, наверное, забежим туда. Сразу начнем с прохождения, потому что, я боюсь, ребята, не успеем мы. Так, оно у нас идет в одну заходку. Давай, поехали. Так, состав команды, может быть, поменять все-таки? Может быть, нам поменять состав? Давай попробуем, наверное, сюда все-таки заменить нашего ветрокрыла. Вернем старого бойца. Снарядить. А вот сюда его, пожалуйста. Окей. Ну что, вперед, как говорится, из песней. Посмотрим, кто, что и почем. Так, душитель, да? Мелкий. Ну, с ним-то мы разберемся быстренько. Тем более, у него какой-то уровень. Двенадцатый пока. Но здесь две волны. Так, тихо. Сейчас будет опять, да? Нет, я думал, он делает плевок, понижает на броню, как он это любит обычно делать. А здесь кто? Ага. Крылатый ужас. И, наверное, вот так бы мы все-таки делаем. Это пока не слабенький, поэтому, ребята, особый урон они нам не наносят. Был бы у них уровень пятнадцатый бы. Ох, мы бы тут с тобой уже летали бы. Кстати, вот это вот немножко невыгодно нам. Когда он замораживает. И нам приходится сразу после этого начинать бить. Мы практически из пробуждения их выносим. Сразу же. Ладно. Это так. Мелочи, придирки. Слушай, а может быть нам все-таки вернуть у нас с тобой... В чем преимущество у штормориза? Ребята, он может хилять. Это раз. А второе, он может понижать броню. Поэтому, наверное... Блин, наверное, мы все-таки его вернем в команду. Единственное, что у нас с тобой получается два фиолетовых бойца. Вот. И меня это как-то не особо радует. Так, ладно, все, хорошо. Вот проружаться. Вот потом это, ребята, приходится все время вырезать. Так, крутим колесо. И... Да. 25 миллионов древесины. Но я не это хотел на самом деле. Так, забираем с тобой первый пак. Отлично. Так, на почту он ко мне прилетел. Давай я все-таки поменяю. Я все-таки поменяю. Где он у меня? Вот, снарядить. Давай. И вперед, как говорится, с песней. Тут, кстати, 100 урон будет еще разыгрываться. Отлично. А, ну тут получается такой же, да, состав. Только единственное, что повышается уровень. У них вначале был 12-й, теперь 13-й. Ладушки. А против фиолов у нас очень хорошо ходят... Зеленые. Опа. А тут их трое. Два крылатых ужаса. И плюс это же... Это то, о чем я думаю или нет, ребят? Это капкан стальной или нет? Блин, что делать-то? Давай, наверное, вот так просто укусим. Блин, нам надо добить с тобой кого-нибудь. Сейчас они вдвоем тут будут ходить. Понижают атаку. Смотри, что творят, а. Вот же супостаты. Ну что, мы с тобой тогда делаем вот так вот. Добиваем одного. Так, сейчас что-то будет... Да, ребят, это все-таки, по-моему, капкан. Видишь, что он делает? Давай сюда. Проучим, да? Добьем. Ну что, капканчик? Доплясался? Дотанцевался? Ну вот сейчас будешь познавать истину боли. Так, добивка. Так, ребят, ну пока вроде бы неплохо идем. Но уже немножко, ты видишь, напряженком. Нас уже потихоньку разбирают. Крутим колесо и смотрим, что нам тут выпадет. Понятно, рыба. 15 миллионов рыбы. Так, мы с тобой забираем пак очередной. Так, сразу, по-моему, он открывается, да? Содержит 5 элитных. Кривет, шипорез, душитель, злобный змеевик, острокрылый змеевик, барс и вепрь. Так, ну что, друзья мои, бой. После него мы забираем с тобой 100 рун. Тоже неплохо будет, кстати. Так, это кто у нас такой? Смотри. Фига, это что у него такое? Лепестки? Или огонечки? Отлетает, не могу понять. Давай, наверное, вот так сделаем. На тебе. Ай-яй-яй, чуть-чуть бы и могли добить его. Кто это такой? Похож на прихостня, да? На древоруба, но... 100% это не он. Попробуем так сделать. Он зеленый, ребята, естественно, у него очень много хп-шек. Нам его тяжело пробить. Давай, наверное, вот так все-таки я сделаю. Ты достал барсика моего, подошматить уже, а? Так, здесь то же самое, да? Это тахламон, водорез и злобный змеевик. Давай вот так, наверное, я начну. С водореза. Так, сейчас кому-то будет... Не, нормально, терпимо. Хорошо, мы его уничтожили. Блин, они все-таки стараются уничтожить... Ах ты, супостатище, а? Несчастные. Все-таки, ребята, да. Имеет он массовую атаку. Что очень плохо для меня. Слава богу, он промахнулся. Так, ну что, добиваем змеевика. И теперь вот сюда. Вот все наши усилия идут. Блин, мы не успеем, да? Сейчас опять вжарит. Но мы выжили. Слушай, ребята, это мы выжили пока. Пока у него 14 уровень. Будет у него уровень, когда 16-й. Будут гореть наши головы ярким пламенем. Так что надо быть аккуратным. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Древесина, блин. Мне бы, конечно, лучше бы плод мудрости. Если честно. Древесину я и сам смогу добыть. Тем более тут такие суммы 25 миллионов. Это фигня. Так, 100 рун в копилочку. Так, и остается у нас с тобой два поединка. Вот это тут проходящий, да? И в конце уже босс. На котором нам, скорее всего, придется потратить все наши... А сколько, кстати, у нас? Давай-ка глянем. Ага, две груши и два прилива сил. Так, блин, вот этот вот меня бесит. Надо с ним как-то быстро разобраться. Отлично. Так, значит, у нас кто здесь? Ужас и змеевик злобный. Так, змеевик сделал, ребят, себе атаку. Усилил, да, все-таки? Ого. Давай я так сделаю. Фиг с ним. Блин, ну не добил, к сожалению, я его. Так, этот сейчас как бомбанет куда-нибудь? Видишь, что творит? Так, ну что, мы сможем отхилиться, в принципе? Отлично. Так, родной мой. И ты добивай. Пока все шикарно. Так, древоруб, змеевик и опять шепот смерти. Так, наверное, мы сделаем с тобой вот таким образом. Добить сможем? Нет, не получается. Так, змеевик. Дальше древоруб. И все, главное, в одного бомбят, а? Посмотри. Что я хочу сделать? Вот так вот. Ну что, ребят, будем, наверное, отхиливаться, да? Да. Будем отхиливаться и будем... Ай, все равно. Все равно, ребят, сейчас звездонет. А этот еще и массовую атаку, скорее всего, сделает. Естественно. Куда же он без нее? А мы тогда вот так с тобой. Замечательно. Ну все, он не жилец. Ничего ему тут не поможет уже. Мы его сейчас тут распинаем. Ну давай, кривоклык, добивай его. Все. Ну что, остается последний поединок. Крутим и смотрим. Так. Дайте пак. Да какой там пак? О! Ну здесь хотя бы 125 миллионов древесины. Это уже что-то. Ну все. Переходим с тобой на последний поединок. Интересно, кто здесь будет босс. Мне кажется, это будет злобный змеевик. Какой-нибудь мутированный. Так. Ну сначала нам нужно разобраться вот с этими партизанами. Поехали. Так. Так он начинает накапливать потихоньку энергию себе. Ого. Это что-то новенькое, ребята. Это что-то сейчас было новенькое. Как он так сделал? Если я ударю моего. Да, нам нужно его уничтожать. Так. А этот что будет? Хвостом бомбить? Слушай, нам нужно хили... Я, наверное, не успею барсика спасти, да? Ё-моё, ребята. Вот это попадос называется. Почему попадос, ребят? Я не знаю, как мы будем тут с вами теперь. Ну с этими ладно, мы разберёмся. А что будем делать с боссом? Ты смотри, что, а? Что творят? Что, захиливаемся, наверное, да? Захиливаемся. Этот у нас понижен ещё бронёй, к тому же. Да на тебе. Сейчас что-то сделает. Решил хильнуться, да? За нас... За наш счёт. Так, а что у нас тут-то? Вот, ребята. Вот кто нас тут поджидает. Не очень радостное, конечно, тут веселье. Ну чё, поехали? Во-первых, надо хиляться. Это раз. Во-вторых... Кто там будет ходить? Вот этот, да? Пускай он бомбит. Пускай он бомбит своих. Отлично. Он звездному, кстати, по нему. Ну куда ты вот лезешь, а? Вот неугомонный. Подожди секунду. Я, наверное, вот так вот сделаю. Так вот сделаю. Удар. И ещё удар. Так, этот добьёт. Может быть, он... Нет, он всё бомбит того. И что происходит? А-а-а... Так-с. Этого мы сможем уничтожить, верно? Да ну, блин. Да вы серьёзно, что ли, сейчас? Раз... Они втроём будут ходить. Нам придётся тогда сделать с тобой вот так вот. Давай, убивай того, голодранца. Да что же ты, этого я и сам бы добить смог бы. Всё, мне кажется, мы приплыли. Ты спрощишь, в каком плане мы приплыли, а я тебе сейчас объясню. Мы не успеем, наверное, запинать... Этого дракона. Хотя, если понизим ему броню... Кус... Да. Мы его всё-таки завалим. Но мне пришлось потратить... Весь прилив сил. Где отсюда? Всё, друзья мои. Победа и пак будет нашим. Но сначала посмотрим, что нам выдаст колесо. Да что ж ты будешь... В процессе всей игры, ребят, нам выпадала только древесина. Это, конечно, чересчур перебор, мне кажется. Ну, а самая главная награда это пак. И мы его забираем. Так, ну что? Всё, испытания мы с тобой прошли, кстати. А второе испытание у нас доступно? Нет. Через один час, но я не успею, ребят. Я уже уйду на работу, скорее всего. Но завтра, завтра мы обязательно его начнём уже проходить. И мне кажется, оно будет длинным. Почему? Потому что даётся пять дней на его прохождение. Это, скорее всего... Так, это безопасные продажи. Такого у меня не было ещё. Против какого-то дракона тут будем драться. Интересно посмотреть будет. Так, ну что? Давай посмотрим, что он нам принёс беззубик. Понятно. Блин, новинка. Вот он, яйцо громилёда. Ну, ты понимаешь, да? Ты понимаешь, что оно выпадает не на мою ячейку. Так, мы здесь с тобой забираем древесину. Потому что у нас древесины можно собирать почти... Да не почти, а 500 лямов. Да, друзья мои? 500 лямов древесины. Так, подожди. Мы не с того начали. Во-первых, нам нужно посмотреть, что мы с тобой получили. Так. Открываем с тобой пак. Монетки Одина. Громобой. Шепот смерти. Крылатый ужас. И всё. Хотя, подожди, кто это у нас тут? Размягчитель. Но мы его отдаём сразу, потому что он у нас есть. И он не очень много нам даёт рыбы, в принципе. Так, и вот у нас серия испытаний набор. И кревет. Ну, кревет у нас тоже есть. Поэтому мы его тоже отпускаем с тобой. На вольный хлеба. Тут 401. Ну, ребят. Я его отпускаю. Да, я понимаю, что деньги ко мне не идут сюда. И в копилку тоже не идут. Но смысл его держать тоже я как бы не имею в виду. Не имею смысла его держать у себя в этом, в ангаре. Так, ну что, кормим. И отправляем его тренироваться. Так, дальше что у нас? Что-то у нас тут... Слушай, водорез, а ты не хочешь пойти? Нет, ты как-то слишком дорого стоишь. Так, шепот смерти. Давай-ка мы тебя, наверное, отправим. Нам нужно их прокачивать, друзья мои. Так, ну ты пока постоишь. Крылатый ужас. Может быть его? Нет, пускай пока собирает рыбу. Вот этого мы с тобой, наверное, сейчас отправим обучаться. Так, Громоль, ты где у меня? Иди-ка. Это у нас водорез. Громоль. Так, вернусь, вернись. Иди-ка обучай. А, нет, не могу. Не могу, ребят, все, уже в академике все забито. Все места заняты. Так, у нас же еще есть и громобой, которого можно тоже отправить на прокачку. Ну, порадуешь меня? Или нет? Ну, наконец-то. Да, друзья мои? Ох ты, смотри, какой он. Как он стал выглядеть, а? Солидно. Ладно, покормим тебя, так уж и быть. И собирай у нас, пожалуй-ка. Да, вон, за дровишками лети. Так, здесь четыре дня еще. Господи, это так долго. Так долго это все клепается. Оу. Так. Зеленая смерть стоит и улыбится. Так, ну здесь, наверное, все-таки мы не попадем, да? Конечно же. Конечно же не попадем. Так, забираем рыбу и отправляем его дальше. Так, давай начнем с этих. Треска, тусклый янтарь. Давай, иди дальше ищи. Так, а мы с тобой глянем, что у нас. Опять листочки. Любитель листочков, я смотрю. Давай, иди хрюкай на мне здесь. Так, ну теперь остается, наверное, нам глянуть на загадочный пак, что он нам даст, чем он нас порадует. Штерморез. Душитель. Ну смотри, как он классно теперь выглядит. Сарделька. Ух ты, кто-то там есть. Серьезно, что ли? Ну крылатый ужас. Так, отпустить. Да. У меня, кстати, их две штуки аж еще. Так, у нас здесь пак созрел. Мы его-то, наверное, откроем. Так, ужасное чудовище. Древоруб. Поставим с тобой на открытие редкий. Пускай начинает уже, как говорится, созревать. А здесь у нас бабочки в животе, е-мое. Ладно. Слушай, а что за награды за бабочек у нас будут? Я, кстати, я так и не посмотрел. Ну-ка. Ох ты. Грязнули. Хе-хе-хе. Точно. Грязнули. Так, ну. Слушай, ну ближайший это нюхагорб. Он у меня есть. За две тысячи, да? Немигающий страж. Большая мельница. Это просто для украшения. Ребят, я не знаю, куда... Вот куда вот эти вот брать штуки для украшения, если нам не хватает места просто даже там... Поставить... Как тебе сказать? Поставить драконов, да? Огневица. Вот огневица хороша. Но это вещь только для драконьих наездников. Блин, летака. Смертельная жуть, по-моему, у меня есть. Вот болотного задира нету. Ну, на него накопить надо еще. Попробуем, ребят, попробуем все это сделать. Так, рекламный пак еще остался у нас. Смертельная жуть, по-моему, у меня есть. Монетки Одина, 6 штук. Так, и здесь у нас Шторморез, Громль, Водорез. Ну и капелька-капелька ресурсов. Так, отлично. И остается лишь только своих дракончиков проверить. Проверить и отправить их на дальнейшие поиски. Так, здесь нам достается тусклый янтарь, конечно же. Так, Астрид и Громгильда пускай летят бесплатно. Так, здесь нам выпадает руна, скорее всего. Ага. Так, бросьте оружие. Бесплатно. Так, Барсик. Что ты мне тут подкинешь? Ну, понятно. Тут либо шестеренки, либо тусклый янтарь нам выпадет. Нет, как ни странно, нам выпадает 12 рун. Так, я его тогда сразу отправлю в приключение. Пускай летит. Так, и Сарделька. Дает нам что? Яйцо. Любитель яиц. Направо пускай летит. Все, кажется, да, друзья? Так, тут можно... Ах, надо было две штуки сразу ставить. Я просто не подумал об этом. Так, ну и, конечно же, нашего Беззубика мы отправляем опять же искать Громгильда. Когда-нибудь нам все-таки повезет. И он выпадет нам. Пускай даже я тут буду очень долго все это делать, но он выпадет мне. Так, и здесь забираем с тобой пять рун. Да, ребята, конечно, хотелось бы сегодня сходить еще на арену. Но, к сожалению, у меня времени в обрез. Мне уже надо собираться на работу. Как говорится, ночные смены начались. Сегодня первая, завтра будет вторая. А потом будут длинные выходные. Кстати, если у вас, как говорится, здесь все видосики пересмотрены на этом канале, вы можете перейти на второй и посмотреть там. Там тоже очень много. Но не на Android. Там на ПК. Так, ну-ка здесь отказываемся. Обмен. Вот это я возьму. Наконец-то хоть что-то за дерево мне предложили. Спасибо большое. Так, ну и остальные вроде бы у меня все шуршат. Этот маленький еще, да, у нас. Это пара Барса и Вепря. Они, по-моему, на арене не участвуют. Насколько я помню. Да, тренировка кипит. Ну что, друзья мои. А на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok.